по сравнению с типичными углами излучения порядка единицы на гамма так что если мы запишем этот вот параметр, отличающий угол основания от единицы на гамма то все будет заключено в значениях этого самого параметра в прошлый раз мы оценили довольно долго что параметр определяется, так сказать, поперечной плотностью то есть частом протона на поперечные размеры сигма х, сигма х, сигма х это горизонтальный поперечный размер протонного пучка, а сигма х вертикальный ну и в случае если этот параметр много меньше не делится наступает к эгерентной основе излучения в этом случае электрон идет почти по прямой взаимодействует вот с этим объектом так как будто бы это был один гигантский заряд но правда он не совсем точечный, да? в итоге гигантского заряда есть некая структура прописываемая распределением протонов внутри этого сгустка но в принципе можно рассматривать это таким образом как с ударением эгерентного фотона вот этого объекта с электроном в первом приближении самым грубым в качестве такого объекта вступает не протон, а протонный сгусток и мы можем пользоваться, это в прошлый раз я рассказывал, старыми формулами, думаю говоря, для оценок вот эти оценки возьмем число эгерентных протонов только теперь порожденных не протоном, а протонным сгустком намножим на кантоновское сечение растения и получим ответ если мы будем работать с обычным тормозным излучением то у нас было бы взаимодействие одного электрона с одним протоном и число соответствующих юлианных протонов содержало типичного альфа-д-омега-номега и большущий логарифм сейчас у нас вместо этого для оценки можно употребить то же самое выражение только до множественного на число протонов конечно это не расчетка, а грубая оценка расчетки немножко более сложные, хитрые, он проверен, я скажу результаты расчета а сейчас пока результаты оценок, потому что они помогают понять существо делом и так возьмем это так и вместо того, чтобы интегрировать по прицельному, по поперечному репульсу будем интегрировать по прицельным параметрам в прошлый раз я аргументировал, что интегрирование должно проводиться в области где прицельные параметры не слишком маленькие почему? потому что когда прицельные параметры не слишком маленькие мы движемся по центру сгустка а в центре сгустка коллективное поле нуль там все скомпенсировано и не слишком далеко потому что когда мы движемся в этой области вне пучка да то мы предполагаем, что электронные и протонные искусства примерно одинаковы и соответствующие эквивалентные фотоны здесь вообще не встретят партнеров, с которыми нужно будет взаимодействовать понятно, да? так что остается нам в качестве типичных прицельных параметров взять не слишком большие, не слишком малые по сравнению с размерами пучка так что получается вместо ρx мы возьмем σx вместо ρy и получим вместо большого логарифма вот такое вот относительно небольшое число да? для плоских пучков еще дополнительно если внизу выбросим σy то останется что? отношение σy к σx которая величина, как правило, небольшая ну здесь, например, это примерно 1,30 на линейном коллайдере это может быть там 1 сотая в других даже 1,05 но тем не менее не это главное по сравнению с логарифмом произошло уменьшение существенное или нет ну на 1 порядок, на 2 даже на 3 порядка пускай но зато возникает вот этот вот абсолютно гигантский фактор чеснок протонов на 9 лет была величина на уровне 10 в 10 10 в 11 и этим все определяется все новые свойства после этого мы это число фотонов домножим на совсем грубо на кантоновское сечение которое как выглядит? оно выглядит π ρ в квадрате д д гамма на гамма еще войдет минимальная омега на омега и что-то будет еще порядка 1 если мы теперь перемножим вот это выражение для числа эквивалентных фотонов на это кантоновское сечение то во-первых мы получим вот этот важный множитель число протонов на альфа на классический радиус электрома этим будет задаваться величина ответа а дальше по д омега мы проинтегрируем и поскольку здесь входило д омега на омега да еще раз деленное на омега то этот интеграл даст величину порядка единицы причем где? вблизи омега с соответствующим минимальным значениям все получилось для оценки вот такой вот блок ну и видно у него нет большого логарифма но зато есть этот грамматный множитель уже по этим оценкам видно что в этой области произойдет что-то драматичное я уже вам показал эту фигуру но еще стоит показать еще раз значит это эффективное сечение дифференциальное доложенное на егамма для ускорителя гера энергия электронная начинается в районе где-то 28 гер так что излучаемый электронный флакон не может энергию больше 28 гер здесь где-то вот здесь кинематический предел а дальше почти постоянная величина вот этого сечения доложенной на егамма причем относительно большая да она это барная так что это некоторые доли барная вот но что происходит в районе там по-моему сейчас я подскажу это все происходит угу так в районе 28 гер вот вот в этом районе да начинает работать конкурентное тормозное и сразу происходит подскок поскольку зависимы от егамма на егамма то после умножения на егамма это фактически константа да а подскок как тут видно ну почти на 8 порядков а то и больше это переход от когерент от обычного тормозного к когерентному тормозному да если такое большое сечение что если такое большое сечение то мы же вообще ничего не тяните надо так ну и что ж что сечение большое этот несчастный электрон непременно взаимодействует со всем с густом замечательно но излучаемая энергия 28 г электрона мульти тривиально мала по сравнению с 28 г так что фактически эта часть излучения на движение не скажется другое дело если бы начали излучаться эти фотоны с какой-то существенной энергией да ну например за мэром если бы это перешло тогда это все равно наверное будет не очень важно для потери энергии электрона но могло быть грустным взятки для фона потому что фотоны мэрных энергий ударяя в стенки да или те кто могут вызывать рождение электронов высоко ну хорошо так что с этой точки зрения ничего особенного опасного для электрона не будет ну и если пойти немножко дальше то мы сделали абсент в основном оказалось все примерно понятно но встает вопрос такой опять на пункте я когда говорил об эндреэффекте то выяснялось что хорошо он работает в области небольших энергий фотона там небольшие правда были полмэо там или мэо так и с этой точки зрения почти классическое излучение с этой точки зрения принципиально нового там ничего нет это квантовая электродинамика в области где она с классической почти совпадает с этой точки зрения изученный эффект ограничение прицельных параметров ну вот есть такое явление бог с ним еще один кирпичик очень большую копилку электромагнитных процессов да еще без всякой принципиальной новизны но это так если бы не оказалось что у этого ну в определенном смысле очень обычного явления да не оказались замечательным приложением выяснилось что МТ эффект влияет на существенно влияет на потери частиц причем не на проценты а на десятки процентов а значит на время жизни кучка а значит на светимость и так далее вопрос с этим эффектом который тоже можно честно сказать практически он чисто классическая электродинамика и ничего особенно принципиально нового в нем нету он до сих пор не зарегистрирован хотя несколько попыток было здесь сделано и на ВЭПе 2М и на ВЭПе 4М как сказать вроде бы по слухам от экспериментаторов эти попытки будут продолжены на ВЭПе 4М ну хорошо какой интерес может представлять это относительно простое явление наверное фактически скорее всего только с точки зрения возможных приложений они основаны на свойствах того что есть какие же свойства для этого перейдем немножко подробнее к разговору не об оценках а уже о расчетах а если взять одинаковые гауссовые ключи плоские или грубые плоские например в основном бе плюс и минус крупные скорее для встречных пучков тяжелых ионов а я вам рассказывал что для тяжелых ионов это тоже было интересно то ответ выглядит примерно следующим образом типичный аспект для тормозного излучения дальше число им столиком который задает весь эффект и вот это функция f нормированная на единицу ах есть энергия деленная на критическую энергию вот здесь для единицы она нормирована на единицу а дальше падает причем очень бодро еще более быстро чем синхротроном излучение то есть вот такая вот жуткая экспонента еще там деленная на х квадратик это с одной стороны теперь посмотрим на вот эту причину инстоликом которая задает число излученных событий она с хорошей степенью точности она вот такой в величине то есть как и полагается да число фотонов пропорционально это число электронов каждый электрон действует независимо зато число фотонов пропорционально это в квадрате то есть квадрату числа протонов это означает что грубо говоря входит заряд вот в это выражение входит заряд протонного сгустка всего так ну предполагается что ответственность против когда эта величина много меньше единицы очень хорошо теперь посмотрим что это дает с точки зрения возможности приложения если нам удастся измерить спектр то по нему довольно легко будет установлена критическая частота а критическая частота кроме того что она зависит от энергии электрона определяется его две ноли и с этой точки зрения можно было бы по спектру иметь сведения о длине сгустка что на самом деле как я понимаю для электронов сгустков вещь не очень интересная есть много разных способов как ее измерять а вот скажем для сгустков тяжелых ионов эта вещь представляет больший интерес еще один вопрос а число изглоченное фотонов то есть величина инстиноликом прямо пропорционально как отсюда видно это детница да а на бунде было что что а а а а к к это да это так а вот число изглоченных фотонов обрабатывает квадрату размеров поперечных а вот эта вещь очень ценная даже для электронных машинах где все-таки есть хорошие способы измерять поперечники их все-таки измеряют немножко вдалеке от точки встречи и хотя есть надежные способы узнав размер узбурского дальнего точки встречи саполировки в точке встречи вот эта причина хороша тем что она дает сведения прямо из точки встречи это особенно было важно и интересно для встречных крючков тяжелых йомов где других таких способов которые есть в электронных ускорителях нет ну вот это вот некоторый набор того где бы это могло пригодиться куда бы эту ложь можно было прячь есть еще одно очень да теперь про количество излученных фотонов вы помните на ускорителе гера да на ускорителе гера мы насчитывали примерно меньше одного фотона за совдарение сгустков тем не менее это было очень много потому что совдарения происходили часто но здесь они происходят миллион раз в секунду там немножко поменьше но все равно это будет большое количество фотонов удобное для измерения сетки здесь вот здесь к примеру из этих оценок следует что что соответствующее число фотонов да будет на уровне для гера десять в седьмой степени за одно соударение оскор поэтому соответствующее сечение как вы помните да были не мили барные не нанобарные а мегабарные да вот поэтому что касается и я вот в свое время для семинара который целиком посвящен возможности наблюдения на ВЭПе 2М я прикинул цифры соответствующие энергии 3 ГЭВа и таким вот параметром ручков но казалось что в этом случае запасов времени спусков должно излучаться n с 0 равное 10 в 5 позитронов и 10 в 3 электронов но это нужно помнить что все это происходит каким образом вот это величина 10 в 3 10 в 5 эта функция равна единице если Егамма меньше чем Ес а этот интеграл если взять по интервалу ну где энергия изменяется в трое равен единице так что это фактически действительно может ассоциироваться с числом фотоном заодно с ударением с густом ну и есть еще одно любопытное свойство если уж говорить о применениях одно уже и сказал а вот еще есть еще азимодальная симметрия поляризация бог с ним это все тонкие вещи но совершенно необычная штука связанная с поведением числа излученных фотонов в зависимости от разведения вот сталкиваются пучки они у нас плоские да по вертикали на ЛЭПе 4 примерно сколько около 30 микрон по безандалии почти в 30 раз больше то есть почти миллиметр вот такие плотные плоские ленточки сталкиваются и их стараются выдерживать так чтобы центры их западали что будет если они сместятся вверх на 30 или на 60 микрон они отойдут на один два размера смысл наверное вы знаете что светимость при этом пропадет и тут же начнут звонки на культ управления давайте подкручивайте чтобы они сталкивались лоб в лоб а что происходит при этом со всеми остальными событиями все остальные события в согласии с осветительностью жутко быстро экспоненциально быстро падают все за исключением кодерентного тормозного вот с кодерентным тормозного ситуация происходит довольно-таки любопытная я сейчас временно включу другую картинку просто как-то так повернуть 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 видимо против стрелки вот да? ну-ка еще чуть-чуть уменьшить ну ладно это неплохо видно посмотрите значит здесь отложено ну вот например сгустки разведены по вертикали на расстояние ry y это ось вертикальная здесь даны эти значения в долях поперечных размеров сгустки видно что светимость по сравнению с светимостью не разведенная падает экспоненциально быстро например если мы сместили на 5 размеров сгустка вверх от светимости почти ничего не осталось а вот так ведет себя генетное драмазное оно сначала подрастает это все для ВП4 вот для таких параметров да? если энергия будет поменьше картина примерно та же самая будет значит сначала подрастает процентов на 80 затем падает но очень медленно так что даже когда пучки разлетены десятикратно по сравнению с их размерами все еще выход фатону на 40% больше чем при лобовом с удалением это какой-то такой необычный эффект но требует объяснения оно очень естественное с удалением это объяснение следующее вспомним что этот электрон находился у нас в составе электронного звука мы предполагали что они одинаковые протоны или позитронные электронные звука что происходит идет неплохое звучание там тысячи или сотни тысяч событий заодно с удалением а чего они происходят электронные сосредоточены где-то вот в этой области в основном да в центре самая большая плотность нуля электронные области где поле почти нулевое так ну и получается что хорошее излучение дают электроны из средней области бегущее по некоторому среднему полю а значительная часть электронов дает ослабленное излучение это все когда у нас нет смещения ну представьте что смещение произошло вверх или вниз совершенно все равно ну давайте сместим например вверх вот это на тр сместилась вверх электроны летят вот там а что мы имеем там в первом приближении такая ленточка может рассматриваться как полоса с заряженными частицами и хорошо известно как выглядит со времен физношколы наверное да как выглядит электрическое поле оно выглядит так вот здесь вот нуль постепенно возрастает а потом практически не изменяется и только где-то там далеко начинает уменьшаться а что это означает это означает что когда наши наш электронный сгусток смещается из области где часть причем самая плотная часть сгустка взаимодействовала с ослабленным полем сейчас эта часть взаимодействует с почти самым сильным полем самым сильным полем как раз возникает на краю и это продолжается довольно долго пока это поле таки не начинает расходиться вот такое любопытное явление имеет место в этом случае ну хорошо на этом мы пожалуй закончим а это же у меня ну и если мы вернемся к разговору то вот эта формула как быстро падает светимость а так обладает число фотонов я вам уже показывал вообще говорят что эта вещь может оказаться полезной показывать следующий эксперимент он был проведен на ускорителе СЛС это в Степфорде были электронные пучки которые разгонялись примерно 50 г на линейном участке минуты 3 км там летели электронно немножко позади позитронный сгусток потом они разводились по крыльям и сталкивались в одном месте вот такой был прообраз линейных коллайдеров однократное использование сгустков там были круглые сгустки размером примерно 10 микрон и частиц было много поэтому на самом деле излучение которое при этом происходило когерентное оно все таки относилось к пучковому излучению а не когерентное но поскольку это родственники хотя только когерентное правда из разных семейств немножко одно из семейства где это мало другое семейство где это велико но тем не менее что видели сделать экспериментаторы они этот круглый пучок потихоньку смещали относительно один относительно другого светимость падала очень быстро бемштрал лунковое излучение по той же причине что и здесь падала очень медленно и замечая несколько точек в излучении бемшталунга там у нас слава богу было в области 10 маях и никакой синхротроном не мешал вот они смогли по этой картинке восстановить размер сгустка и он оказался в очень хорошем согласии с тем что было сделано другими методами так что у них даже было специальное такое замечание насчет того что это может быть потенциальный инструмент для оптимизации соударения на будущих линейных планетах ну ладно ну и уж завершая этот экскурс почти классическое изучение я не могу не сказать про современность в которой этот вопрос тоже вдруг оказался в каком-то смысле востребован он сводится к следующему сейчас среди прочих обсуждается проект так называемого лучезё полагалага это проект будущего ускорителя цены но не линейного а обычного циркулярного длиной 80 км я в своё время прочитавшую эту статью вообще перестал обращать внимание на это потому что наверное это всё хорошо но жить в эту пору прекрасно как говорил поэт уже не придётся ни мне ни тебе и вдруг неожиданно Левича удивляет что придётся в облечём в этот проект что есть решение церна о том что к 18-му году нужно представить технический проект этого ускорителя но в этом ускорителе будет разнообразное излучение и в том числе будет аналог к гигантному промостолу он там немножко модифицирован но это несущественное существенное том что в некоторых вариантах оказалось что излучаться будет фотон с энергией меньше 10 или там 15 м 10 м если у вас исходная энергия 120 Г то такое излучение совершенно наплеваемо но большое количество 10 м фотонов означает вообще говоря некое большое количество фонов связанных с рождением пары насколько это важно или нет зависит от конкретной диаметрии от детектора может оказаться это действительно не важно что важно важно знать что оно есть и оценить можно им пренебречь или нет хорошо на этом мы закончим этот эксус несколько в сторону от нашего основного и давайте вернемся теперь так я считаю что мы на самом подробно рассмотрели однофотомное движение однофотомное движение дне и как я уже говорил это тот полигон на котором должны быть опробованы и стать привычными основные идеи которые потом могут применяться для двойного тормозного вы сейчас увидите что многие формулы почти целиком переносятся там там мы это делали долго шатерно не торопясь теперь это можно делать в несколько ускоренном теме и так наш следующий раздел будет двухэтонные процессы но теперь уже не вообще это вариант а конкретно на электрон козитронах я не буду лагер потому что потом мы отдельно рассмотрим те же процессы на встречных ручках протон-протонных и ручках тяжелых идию все просто это самое что было в предыдущем случае летит ну электронный позитрон я не буду особенно различать буду говорить электроны летит частица с четырех импульсом P1 это энергия E1 и трехмерный импульс навстречу ему в пространстве навстречу в диаграмме Феймана параллельно летит анти-частица а может эти частицы потому что варианты ЕЕ-почков тоже рассматриваются с четырех импульсом P2 с энергией E2 с импульсом Феймана затем они отнюдь и они рассеиваются как-то там набирают конечный импульс в котором все будет штриховано нет где штриховано импульс штриховано а тем не менее во время этого рассеяния мы спускаем эквивалентные фонтоны это соответственно с четырех импульсов Q1 с энергией омегра 1 и по н трехмерные у 1 ну а здесь соответственно Q2 с энергией омегра 2 а затем уже образуется то что нас интересует некая система X самое интересное пока что на сегодня это условия когда образуются адромы в ближайшем будущем это будет интересно когда будет образовываться скажем W или Z-базон или или будут какие-то еще другие частицы дальше вопрос такой стоит при этом это то что нас интересует потому что нас интересует прежде всего вот этот физически любопытный процесс дама дама X но возникает дополнительное осложнение которых в общем-то не было в предыдущем случае дело в том что в этом же самом порядке параметов да в этом же самом порядке параметов имеются диаграммы которые нужно прикрасовать диаграммы тормозного так называемого излучения в котором опять-таки электроны и позитрон ведут себя следующим образом ну скажем например позитрон излучаете фотон он сталкивается с электроном излучаете еще один электронный фотон и только потом образуется система таких же частистов нас она интересует мы хотим рассматривать какую реакцию E плюс E минус E плюс E минус X поэтому конечная система и здесь и там должна быть одно и то же ну конечно есть ситуация когда позитрон излучает эту систему конечно есть ситуация когда эти вершинки понялись местами в реальности таких диаграмм не две а четыре но к сожалению и это еще не все потому что есть еще диаграмма в которой так называемого значит это вот втором основе втором основе втором основе безнализма это наши любимые двух фотоны а есть еще как называемые индиционные то есть стандартный процесс при котором электрон с позитроном они индилируют производят виртуальный фотон снова является электронно-зембровная пара а какой-то из этих четырех частиц дополнительно еще излучает ну например вот это излучает виртуальный фотон и и обнаружится система конечное состояние то же самое что и у всех предыдущих да таких возможностей будет четыре это баба россия с какой-то добавкой еще что баба россия с какой-то еще добавкой ну это производная баба с добавкой на излучение виртуального фотона который рождает еще как это иногда говорят баба подобное если меняют ударение то вообще получается очень интересное произношение ну вот четыре таких диаграммки должны ходить в расчет этого процесса ну и чем определяется сечение сечение определяется квадратом модуля квадрат этой диаграммы который дает интересующее нас двухотонное сечение но добавляется квадрат этой диаграммы и интерференция и интерференция этих диаграмм с этим и добавляются квадратные эти диаграмм жуткое количество интерференции как разобраться во всей этой карте на самом деле пока энергии небольшие действительно очень сложно на области больших энергии наступает иерархия прежде всего это эта частица или эта система X находится двумя фоконами значит анонция черная черная зарядовая черность каждого фокона отрицательная у одного фокона отрицательная и здесь соответственно да замечательно это перехват все если мы в дифференциальном сечении они могут интерферировать но после интегрирования то есть в полном сечении будет отдельно вклад этой диаграммы и вклад этих диаграмм уже хорошо да дальше вот эта диаграмма довольно легко рассчитывается потому что все неизвестное что у нее есть это вот этот блок да виртуальный фатрон ну например ватроны а такой блок изучается на всех е плюс е минус кучках да е плюс е минус так что с этой точки зрения во-первых он неинтересен поскольку с гораздо больше и прочее дешевых данных следов во-вторых раз его можно рассчитать легко он общипывался и выяснялось что его вклад очень малчислен по сравнению с этим то есть логарифмов набегают коэффициенты да логарифмы здесь существенные каждые по 10-20 с этой точки зрения просто численно это оказывается мало и поскольку они полное сечение не перферируют то вообще выпадает что-то с этим диаграммом то здесь еще хуже вы помните когда я говорил о двухополных процессах я понял тот замечательный факт что там сечение не падает с ростом энергии она даже растет иногда вполне прилично но вот эти диаграммы ведут себя соответствующие сечения ведет себя как раз два три четыре значит они распределены на крест то есть они вымирают очень быстро и того с практической точки зрения оказывается что все это можно значительно не забыть вот это в первую очередь эту штуку иногда приходится учитывать но при больших генериях и в полном сечении про нее тоже можно забыть и что тогда остается с этой диаграммой которая по сравнению с предыдущим случаем просто удваивает число вершин которые производят соответствующие процессы ну хорошо теперь мы можем с этим работать очень даже эффективно так начнем с того что запишем амплитуду этого процесса так сказать я напишу ee имею ввиду e плюс e минус что-то поднечное сокращение было как выглядит амплитуд этого процесса да ну во-первых сюда входит вот эта вот вершинка которая даст корень из четырех пиани и эта вершинка которая даст такой же корень в результате очень такое множитель дальше есть пара пропагаторов то есть Q1 в квадрате Q2 в квадрате замечательно затем входит затем входит вот этот блок что он из себя представляет он из себя представляет помните что мы эти вот фотоны договорились писать в спиральном базисе вот если излучается этот блок пусть у него спиральность A а у него спиральность B тогда вот входит амплитуда M1 которая известна как толчина взят вектор поляризации первого антона амплитуда A A A на вектор поляризации второго фотона со скоральностью B A A A н на на вот этот тензор соответствующий процессу гамма гамма X про эти амплитуды мы многое знаем во-первых их всего сколько три амплитуд и B принимают только три значения плюс единицы 0 поэтому таких антонплитуд 9 амплитуд ню ню три значения амплитуд 16 Во-вторых, как мы уже говорили, как именно распределяется важность этих амплитуд при разных меню, это надо дополнительно и очень скрупулезно разбираться. В то время как про эти процессы мы знаем, что когда виртуальности Q1 и Q2 начнут уменьшаться, будут выживаться только побережные флотоны со спиральностью плюс-минус-два. Это все существенно сократит и число возможных поляризаций, и число возможных комплексов. Если не идти, то на x всего 4. Замечательно. Так что нам придется домножить все это на эту самую величину. МАП. Это для какого процессора? Для процессора ГАНХОНДАМ x. Ну, а кроме того, я вам напомню, что здесь должны были быть вершинные токи перехода. Соответственно, ток перехода для первого амплитона с индексом а, и для второго амплитона с индексом б. Для них выражения абсолютно те же самые, которые вы все равно получали. Так что, в этом смысле, ничего нового, кроме удвоения, числа с атомом не произошло. Замечательно. Дальше наступает вопрос о том, как выглядит сечение. Ну, давайте сейчас сделаем перерыв. Потому что сечение тоже будет небосложное выражение. Идейно, ничего нового. Только усложнение алгебраическое. Перерыв. У вас нет никаких вопросов, да? Это простое повторение того, что было. Что касается сечения, то там тоже будет простое повторение того же самого. А именно, давайте посмотрим, как нам можно описать сечение в виде осложнений. Так? Мы должны будем взять квадрат fn и гумбель. Домножить на фазовый объем всех конечных частиц. А что будет включать в фазовый объем? Да. И разделить его на четыре варианта Мюллера для ЕС удалений. И вариант Мюллера для ЕС удалений. Это корень квадратный sp1 b2 в квадрате. Минус b1 в квадрате, что есть у массы электрона. На b2 в квадрате, что есть у массы электрона. Так. Дальше нужно там нажать на фазовый объем. Он себя включает. Ну, во-первых, он будет включать фазовый объем системы Х. А кроме него остались и хвосты электронные. Туда мы идем усталывать d3p1' на 2e' на 2p и точно такой же множитель для второго электрона. Ничего нового. Множество начинается потом. Где именно? Смотрите. Я должен буду выписать вот тот передовой множитель. Это будет 4 альфа на квадрате в квадрате, квадрат в квадрате. Все войдет в квадрате. Ради бога. Дальше. Дальше у меня войдет вот эта величина. Я здесь зря не написал, что здесь будет сумма по а и по b. А и b принимают значение 0 плюс минус 1. Теперь, когда я выбрал квадрат, нужно эту сумму намножить на сопряженную сумму. И тогда у вас выйдет уже сумма, скажем, по а на b, где будет входить а на mb. И вот 1а на ё 2b. Так. А кроме того? А кроме того, найдет сопряженная величина. Тут какие-то другие индексы. Например, cd, сопряженная. И вот 1c, сопряженная. На ё 2d, сопряженная. И тогда сумма намного будет по а, b, c и b, равную напряжению 0 плюс минус 1. Разрослась наша сумма. Дальше что? Вообще, вот такая сумма встречается, когда мы просматриваем чисто гамма-гамма с удаления. Только там ходили бы не вот эти ножки, а матрицы плотности начальных фотонов. Ну а здесь пока вот такие ножки входят. Давайте помножим всё это на d гамма-гамма. Так. Это хорошо. Но только не хорошо, что всё это делится на инвариант Мюллера, соответствующий e плюс и минус удалением. Для потом фотонов Мюллока, ну, кто бы думал, что здесь стоял бы инвариант Мюллер для гамма-гамма с удалением. Он строится совершенно аналогично. Ку-1 на Ку-2 скалерное произведение, всё в квадрате. Но только теперешняя масса отрицательная, да? Произведение, правда, всё равно причина положительная. Так. Мы согрешили. Сама-гамма прокраивается. Домножили на увеличенную. Разменили, точнее, домножим. Не забудем, что в исходном проезжении стоял вот этот элемент. Ну, и теперь ещё, соответственно, ДМВ-1 штрих, так, на ДМВ-2 штрих. И всё, что здесь полагается. Четыре-1 штрих, ДМВ-2 штрих на ДМВ-2 шестой. По-моему, это мы всё выяснили. А что делать дальше? Дальше, вы помните, вот этот вот ток перехода был связан с начальным и конечным электроном. У них были сказаны в своей спиральности. Лямб-1, лямб-1 штрих. Входящие сюда величину для первого электрона и для сопряжённого. нам придётся усреднить по начальным электронам. так, а вот эту вот величину для второго электрона, и, соответственно, для второго электрона, нам придётся усреднить по спиральности лямб-2 второго электрона. После этого здесь возникают из присоединения Эт-1 до Эт-1 после суммирования возникал перензор перехода с индексами А-Б. А после усреднения и включения магнитного электрона возникал перензор перехода на второго электрона С, наверное. Ой, нет, извините, что-то неправильно. А-С здесь, прошу прощения. А здесь, соответственно, второй фракон В и второй фракон В. Очень хорошо. Ну и восстихала довольно здоровенная сумма. Сумма, когда входили, сумма А, А, В, С и Д, здесь всё относилось к фотонам. МАВ на МСД отряжённое. Отнажала сюда на всё, относящееся к началу электронам. Вот, после чего я снимала эту сумму и намножим на Д гамма Х на 4 и Д гамма, то что у нас получится? Давайте попробуем вспомнить. Эти величины соответствуют импусам начальных частиц, и они в этом смысле фиксированы и интегрированы в мезупраге дексов. После интегрирования по фазовому объёму конечных частиц, вот это произведение превратится в соответствующее сечение. Эти сечения будут помогаться на некой комбинации из этих тензородов. Мы довольно подробно и занудливо, я бы сказал, делали это для однофотонного случая. Поэтому для однофотонного случая я позволю себе уже только, грубо говоря, выставить сразу итог. Любопытный следующим образом. Так, это вот наш конспект, который у нас есть. И в этом странице 37 будут необходимы нам формулы, с которыми мы уже сталкивались. Ну, это те самые картинки, которые мы уже проходили. Посмотрим, что будет дальше. Имеющиеся уже формулы. Вот, вот этот вот блок, который я только что написал, во что он в том счёте вливается? После интегрирования, да. Что касается тензоров, то они буквально такие же, которые были в своё время для однофотонного случая. Тут даже ещё включена поляризация электронов. Давайте всё время рассматривать. Пока что не поляризованные частицы. Этого слагаемого нет. Всё остальное... Значит, вот есть такой ответ. Этого слагаемого выброса. Та самая сумма после интегрирования содержит, как мы уже знаем, сечение взаимодействия поперечных фотонов. Дальше. Это вот асимметрию поперечных фотонов, связанных с циркулярной поляризацией. Асимметрию циркулярных поперечных фотонов, связанных с линейной поляризацией. Сечение взаимодействия поперечным со скалярным, наоборот, скалярного с поперечным. И ещё пару асимметрий, о которых речь шла раньше, и которые в дальнейшем, окажется, не важны. Так. При них стоят вот такие блоки. Раньше это был только один блок такой, при сигма-Т. А при сигма-Т-Т есть два таких блока. Если я теперь вынесу вот это вот сечение, то есть осмотрю пенён коэффициент, то что у меня получится? Давайте попробуем предсказать, а потом посмотрим окончательный ответ. И вот так будем следующее. Так. Я старую это выражение. Я старую вот так. Здесь будет сигма-Т-Т. Потом, ну, например, если бы я поставил сигма-Т-С, то как бы всё выглядело? При сигма-Т-Т стоял коэффициент такой. Вот такая вот сумма. Намноженная на такую же сумму по второму блоку. Так. А при этом? А при этом стояла вот такая вот величина. Делённая на такую штуку. И так далее. Все остальные сечения со своими множителями. Так. Замечательно. А что останется вне? Останется то, что мы выносили. Давайте посмотрим, что мы выносили. Во-первых, останется вот этот вот множитель. Я поэтому тут сокращу немножко это выражение. Останется четыре и альза в квадрате. Ногу в один в квадрате. Угл в квадрате. Все в квадрате. А к этому и шли. Вот этот множитель, который мы носили. Принес я его дописать. Идёт один один. А вот нет. Извините. Плюс, плюс. Минус, минус. И для второго патрона. Так. Хорошо. Покружаемся на рисунках. Дамышля. Это мы всё учли, когда получали сечение. Но вот этот множитель остался. И. Гамма, гамма. Для него я беру е е. И ещё останется фазовый объём рассеянных лептонов. Давайте я его сюда и припишу. Кубик. Для первого рассеянного лептона. И такая же пубка для второго. Всё. Валерий Гёртвич, у вас рядом с Сигмар КФ, КПС. Наверное, и один плюс плюс плюс, и один минус минус. И два раза. Вот здесь вот так вот. И здесь вот. Индекс первого рассеянного лептона. Правильно, правильно действовать? Да, да. Спасибо. Всё. Это точный ответ. И вообще-то говоря, когда хотят получить точный результат, вот такой вот длинный точный ответ и употребляют. Вся эта часть целиком и полностью рассчитываемая. Она связана с лептонами, где всё определено. А вот эти вот куски, как раз есть то, что интересно. Потому что это относится к процессу, который подлежит выяснению. Что касается вот этого блока, то этот блок связан, опять-таки, только с электронными лепозитронами и тоже полностью известен. Так. Глядя на это полное выражение, для того, чтобы его структурировать, очень разумно было бы всё вот эту вот штуку назвать сечением гамма-гамма. Вниз. Куда входим? В поперечных на поперечных. Вот эту штуку, которую можно назвать матрицей плотности, да, соответствующей и так далее. Так у нас и получится. Сейчас я, чтобы... Угу. Минуточку. Если раскрывать это выражение, то можно было бы сказать так. что это есть сечение вот таких вот процессов, домноженное на соответствующую матрице плотности, можно было бы сказать, да, тех или иных вещей. Замечательно. Теперь, молодое выражение. Ну, если это сечение гамма-гамма, тогда это должно быть чем? Числом эквивалентных фотонов. Есть только одна деликатная неприятная особенность, что оно не разбивается, это выражение, на произведение двух независимых множителей. Очень яркий пример, что это не так. Видите, например, вот здесь вот, да. Вот посмотрите сюда. Вот этот множитель никак не разбивается на нечто, зависящее только от верхнего блока, где выходили П1 и П1 штрих и П1. Ну, вот, к сожалению, зависит от кудома. Причем, зависит от кудома. Причем, зависит от кудома. И много других. И эти вот кудомы, ДНСР, тоже частично от них зависят. Поэтому, если уж вводить обозначение, то нужно вводить такой единый символ. ДН1 на ДН2, да. Все это вместе взятое назовем таким единым символом. Но надо иметь в виду, что это обозначение духовное. Тем не менее, обозначения полезны, потому что они позволяют структурировать ответ и понять, что откуда происходит. Теперь, если мы начинаем переходить к приближению эквивалентных фотонов, то что при этом у нас будет возникать? Вот, тут я хотел бы немножечко воспользоваться. Мы должны будем посмотреть, значит, следующая у нас глава будет уже, метод эквивалентных фотонов для двухфотонных процессов. Как нам поступали при строительстве метода эквивалентных фотонов? Мы, прежде всего, проверяли, есть ли в этом процессе характерный такой параметр, при каком виртуальности? Ку квадрат битая равна минус куи квадрат, да. Она сравнивается с этим спектром параметров лявого квадрат таким, что при малочке квадратных все сечения со скалярными фотонами исчезают. По правке, идущей от них, есть величина порядка ку квадрат деленная на лявля квадрат. А при больших ку квадрат вообще все можно выбросить, если соответствующее сечение и для поперечных, и для столярных фотонов исчезают по закону там типа единица на ку квадрат с хорошим коэффициентом 1, 2 и так далее, с хорошим показателем 1, 2 и так далее. После этого можно разводить мать. И мы знаем, что если у нас рождается, например, лептонная пара Е плюс и минус, Е плюс и минус, ТО плюс ТО минус, то параметр лявда примерно равен инвариантной массе пары. Если рождаются адроны, причем в области не слишком большой виртуальности, да, то там соответствующий параметр порядка массы ромезона. Для таких процессов можно разводить мать и его разводят каким образом? Выбрасывают все относящееся к скалярных батонам, упрощают вот соответствующий тензорант и получают, что это выражение действительно предстает в виде произведения двух независимых множителей, очень похожее на то, что мы с вами получали. Чтобы немножечко не разводить большую писанину, я просто покажу это, как это выглядит, когда все это относительно аккуратно сделано уже. Итак, вот мы имеем для этого сечения такой громадный ответ. Переходим в область... Вот одно из самых важных для нас в дальнейшем выражений. Оно точно такое же, которое было на фотонном случае, только вместо импульса протона, который там был, да, здесь выступает импульс нижней частицы, а именно импульс второго фотона. Выражение то же самое, буквально. Соответственно, сечение громадома выражается через произведение этих амплитов на вот такие вот матрицы плотности. Если мы начинаем строить приближение эквивалентных вагонов, то инвариантная масса или способ произведения, скажем сюда, в квадрате, летящих навстречу друг другу энергии частиц. А дальше, что касается вот этих тензоров, то у них уже известно нам выражение, его хорошо выражать через иксы, которые есть отношение омига к е. Омига – это энергия фотона, е – это энергия, соответствующая электрона. Вот эта формула, этот кусок связан с поляризацией, пока не обращайте внимания, это формула то, что у нас уже было. Но, как и в прежнем случае, они все пропорциональны q-квадрат, и одну степень q-квадрат, которая здесь есть, помните, сечение q-квадрат в квадрате. И одна степень q-квадрат исчезнет. В итоге для числа эквивалентных фотонов мы получим буквально то же самое выражение, которое у нас было в прошлый раз. Только теперь под омегой подъел мы будем понимать не энергию фотона и электрона в системе покоя протона, а энергию электрона и позитрона в системе, где энергию фотона и электрона в системе, где электрон и позитрон сталкиваются. Причем столкновение не обязательно должно быть в системе центромасс. Здесь у нас оно происходит действительно в системе центромасс, но, например, на б-фабриках, вы помните, она резко асимметричная. Например, в японской б-фабрике электроны имеют примерно около 8 мигов, а позитроны всего 3 мигов. Ну и вот выглядит так ответ для числа эквивалентных фотонов, который ничего нового к тому, что мы мерили, фактически не добавляет. Давайте я его припишу, потому что он вам понадобится. Сейчас смотрите, на этих фотонах, испущенных первым электронным фотоном, есть стандартная альфа на би, для оммига на оммига, так? Дальше. Бу в квадрате на бу в квадрате на би ту на наши положительные величины. Что после этого останется? Если почти я проинтегрирую, здесь будет единица, и останется тоже хорошо известное выражение, где входит единица, минус оммига ж на ежи, плюс оммига ж в квадрате на два ежи в квадрате. И последнее, вставляемое, на которое всегда обращаем некое внимание, минус масса электронов в квадрате на ежи в квадрате на куб в квадрате и ежи. Так, наверное, в квадрате, так? Давайте проверим. Да. Я еще раз хотел бы рассказать вам, что, конечно, эта величина в пропорциональной массе электрона, деленная на энергию, и по сравнению с единицей, есть какая-то жутко малая величина. Казалось бы, ее выбросить и забыть про нее. Но дело в том, что куб квадрат имеет минимальное значение, тоже очень маленькое, пропорциональная масса электрона и энергии. И здесь входит вот такая его величина. Так что, когда куб квадрат подходит к своему минимальному значению, это становится величина порядка единицы, и ее приходится учитывать. Все. Схема образования этих самых частиц двумя фотонами виртуальными, найденном точном выражении, а это приближение, которое должно хорошо работать в области то есть куб квадрат заметно меньше, чем лямбда квадрат. А если мы хотим считать полное сечение, то ответ для этих случаев будет с логарифмической точностью. Но мы видели, что логарифмическая точность, например, это тормозное излучение. Иногда это очень хороший ответ. Там, например, это был ответ с точностью до нескольких процентов всего. Так. Хорошо. Используя полученные формулы, можно попробовать оценить жизненно важный вопрос такого сорта. Ну вот, каково число событий, соответствующих двух фотонам реакциям? Число событий обычных реакций жестко привязано к величине светимости, ну и, соответственно, сечения. Я вам напомню, что если есть идет аллея совдарения, то сюда входит светимость аллея совдарения на сечение соответствующих процессов. А, извините, здесь я должен написать число событий с каким-то там рождением, х, связано... Число событий, это еще в единицу времени. Связано с течением, естественно, данной реакции, но, с другой стороны, прямо оно связано с числом, со светимостью. Как правило, когда говорят про светимость, где плюс и минус удаление, указывают просто число. Да? В чем размерность его должна быть единица на сантиметр в квадрате в секунду. Число указывают потому, что энергия электронов и позитрона, как правило, очень хорошо определенная. И с этой точки зрения, размазки по энергии почти не нужно учитывать. То есть она автоматически включена в каком-то смысле светимость. Совсем другая ситуация имеет место для гамма-гамма совдарения. Мы видели, что имеется распределение по энергии фотонов. И оно может быть достаточно широким, это распределение. И значит, если мы сюда подставим на следующем этапе вот эту величину, а у нас здесь будет дополнительно еще ЕЕ, тогда это все превратится в т.с. гамма-гамма в Х. Я уже беру сразу приближение к этому фотону, мы считаем реальным. На число фотонов. Причем это число факторизуется. Это действительно два разных выражения. После этого я могу сказать, что все это я мог бы перевисать, как сечение процесса гамма-гамма в Х. На что? На произведение вот этих величин. И как их нужно именовать? Коэффициент, который связывает число событий с сечением, именуется светимостью. Но в данном случае это будет дифференциальная светимость. Это дифференциальная светимость. Да? Отличается от светимости не плюс и минус на вот такое вот произведение. Так. Тогда получается, что у нас есть светимость, вообще говоря, посмотрите. дифференциальная и по энергии фотону, и по их виртуальностям, и по каждому фотону. И это существо дело. Потому что иногда бывает интересно именно вычислять процессы, в которых рождаются частицы, они рождаются виртуальными фотонами. Здесь пока фигурирует приближение уже, в котором фотоны реальные. Но в общем случае приходится учитывать, если угодно, светимость, связанную с высокой виртуальностью. Поскольку здесь мы считаем, что эти фотоны реальными, то нам остается здесь проинтегрировать по ку-квадрат и получить число измеренных фотонов в зависимости только от энергии. Что нам нужно будет сделать? Единственное, что нам нужно будет сделать, это проинтегрировать это выражение по ку-квадрат. В каких пределах? От ку-квадрат минимального до чего? В хорошем протяжении 0 на квадрат. Это тревиальная процедура. Правильно? Потому что основное слагаемое даст нам логарифм, а это дополнительное слагаемое до ку-квадрат на ку-четвертый тоже легко интегрируется. Так что получится некоторая вполне удобно связаемая функция от омеги, ну и, конечно, от ряда. Я ее даже не буду выписывать, а просто хочу сказать, как мы будем действовать дальше. А дальше у нас получается, что вот эта самая светимость оказалась пропорциональна до амега-1 на амега-2. То есть это так называемая, если угодно, спектральная светимость. То есть светимость по энергии одного и второго фотона. Это распределение бывает интересно с точки зрения эксперимента, конечно, и так далее. Но нередко для физических исследований интересным оказывается распределение по инвариантной массе рожденной системы. Давайте про нее поговорим. Инвариантная масса, сталкивающаясь с фотоном, реальных фотонов, это 4 омега-1 на омега-2. Но если это так, то входящее сюда вот величину до омега-1 на омега-1, до омега-2 на омега-2 можно выразить через инвариантную массу. Давайте сделаем это. Будем считать, что омега-1 фиксирован. При фиксированном омега-1 под знак дифференциала под омега-2 я могу добавить, может быть, 4 омега-1. Чтобы ничего не изменилось, я должен добавить, может быть, 4 омега-1. Тогда у меня получится следующее. Это будет квадратная вариантная масса, деленная на квадратная вариантная масса. И останется еще омега-1 на омега-1. Что касается омега-2, она еще фигурирует в остальных выражениях, то что мне придется делать? Мне придется считать, что омега-1, омега-2, как отсюда следует, есть функция новых переменных. Другой квадрат и 4 омега-1. Все. После этого я могу, наконец, оставить только одно самое интересное. распределение по инвариантной массе, по всему остальному проинтегрировать. По квадрат мы уже с вами в уме проинтегрировали. Остается еще проинтегрировать по омега-1. Итог довольно простой. Смотрите. После интегрирования по квадрат получается вот эта величина пропорциональная большому логарифму и маленькая команда. Сделав это преобразование, я получу ответ, который зависит от параметра z. Дело в том, что у нас в ответ войдет губерной квадрат, деленный на 4 е1 е2, который и есть квадратным вариантом массы, сталкивающейся частиц. Вот если я извлеку из этого корень квадрат и назову это z, то у меня получится распределение по этому z, определяемое вот такой вот формулой, где функция f от z иногда называется функцией лоу, которая ее впервые вычислил. Вот. Итак. Смотрите. Светимость гамма-гамма слаберений отличается от светимости t плюс и минус слаберений на такой вот множитель, который задает распределение по инвариантной массе. Ну и, ну ладно, чтобы не кончить, я хочу сказать, поскольку у нас есть теперь под рукой реальные функции, можно попробовать посмотреть реальные цифры для того же, скажем, v по 4-го. Ясно, что светимость g плюс гамма-гамма слаберений будет меньше, чем светимость гамма-гамма. Откуда это видно? Ну, тут есть гнусная величина. Альфа квадрат на π квадрат. Альфа квадрат это 10 минус 4. π квадрат это десятка. Так что, на что мы рассчитываем, если здесь у нас 10 минус 5? На первый взгляд, надеяться не на что. В том смысле, что эта светимость просто пренебрежема мала по сравнению с c плюс и минус. Правда, однако, заключается в том, что ситуация совсем не такая грустная. Почему? Потому что вот здесь есть большущий логарифм. Величиваю иногда двадцатка. В квадрате он у нас уже почти три порядка. Да? Ну, четыреста. Так что, мы можем пару порядков отравить. Но все равно, нужно рассчитывать на то, что светимость гамма-гамма сварений такие будет меньше, чем светимость е плюс и минус. В отличие от разговоров, которые были до такого, все время приблизительные, мы теперь имеем возможность сделать это количественно. Ну, в следующий раз мы на поворотную обслуживаю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok